Итак, всем привет! С вами я, Юрий Нуртём. И, наконец-то, почти готова наша система учёта посещений. Вкратце мы называем её СУП. Именно о ней шла речь пару месяцев назад в группе ВКонтакте нашей. В общем, в чём суть? То, что будем полностью видеть всю посещаемость, кто когда ходит, по каким дням, помогать вам переносить занятия. То есть, какая у нас была проблема, особенно в сезон. Мы не могли реально понимать, сколько людей когда ходят. То есть, могло и 32 человека прийти, это вообще очень много. А могло прийти и там 18, это мало. С помощью этого мы сможем вас, во-первых, записывать, на дни вам конкретно говорить, кто в какие дни входит, в какие дни лучше ходить вам, в какие дни лучше не ходить. Также те люди, которые пробные будут приходить, мы будем понимать, куда их вообще стоит записывать, а куда стоит не записывать. Тут, на самом деле, немного всяких параметров, но, в принципе, они сейчас основные. То есть, сейчас это тот день, который будет. Отметить, будет еще по штрих-кодам записываться, но это в дальнейшем. То есть, скорее всего, пропадут, точнее, у администратора полностью пропадет письменная запись. Будет все идти через штрих-код. Не знаем пока, как конкретно. Либо на бумажке это будет, на абонементах. Но, может быть, будет на пластиковых карточках. Посмотрим. Аналитика – это полностью понимание вообще, какие дни у нас хорошие, какие непосещаемые, какие посещаемые. Можно более гибкие цены ставить в какие-то определенные дни. И сможем вам перезвонить, если, например, человек… У нас просто были реальные случаи, когда человек ходил, потом пропустил какие-то дни, потом пришел, а мы понимали, что у него абонемент уже сгорел. Ну, обидно, реально обидно. Три тренировки сгорело. А если вот эта система будет, мы сможем человеку позвонить и сказать, вот у вас день пропущен, давайте мы с вами на другой день перенесем. Ну, то есть, обеспечить более бесперебойную, стабильную работу секции, вот, это даст больше устойчивости, и мы банально сможем вообще прогнозировать все свои расходы, затраты и так далее. Потому что, как бы, у меня все в голове до сих пор бредит желание купить вторую дорожку и еще некоторый оборудованный зал. Вот, это невозможно сделать, пока мы не понимаем реально, какие у нас цифры по деньгам там, посещаемость и так далее. Вот, так же нам будет соединяем со вторым залом. Точнее, вот я вам показывал второй зал, вот этот вот первый зал, по сути, наш. Вот. Ну, есть время, может, не смотреть и так далее. Вот, и можно будет каждому, например, кто ходит в первый зал на акробатику, он не пришел или, например, звонит и говорит, я не смогу сегодня прийти. Мы говорим, давайте в другой день. Он говорит, нет, в другой день тоже не смогу. Мне вот надо в 18, там, в 19.00, например, я смогу только. А мы говорим, ну, отлично, у нас второй зал есть, у нас тренировка. Например, сейчас открою. У нас 19.45. Он говорит, о, шикарно. А мы нажимаем, ну, только нет, сейчас не работает, ошибку будет выдавать. Нажимаем на этот день, и тут прям виден полностью список людей. И мы понимаем, что в зале, например, 15 человек. Мы говорим, ну, это без проблем. Можете отходить от тренировок, который у вас по акробатике, можете отходить другой зал по растяжке и калибристики. Вот. Тем самым люди смогут, во-первых, абонемент не будет сгорать, а во-вторых, у них разнообразие будет. Там много очень плюсов, на самом деле. Вот. Ну, просто решил порадоваться всем вам это рассказать, потому что буквально еще осталось там 4-5 дней примерно, и базовый вариант будет стоять. То есть пока без аналитики, без каких-то правок. То есть будем в дальнейшем все это прокачивать, улучшать. Вот. Вот такие приятные новости нас ждут к сезону. Всем доброй ночи, потому что у меня на часах уже почти час. Всем спокойной ночи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова